Всем привет! Это канал Катман Боксинг. Я Виктор Тихановский и это мой ученик Данил. Здравствуйте! С которым вы уже познакомились в прошлом видео, где мы разбирали тейпы для профессионального бокса. Кстати, кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите, поставьте лайк и напишите комментарий. А сегодня мы хотели бы поговорить про технику тейпирования рук в волюбительском боксе, так как с июня 2018 года официально Федерация бокса России разрешила тейпировать руки во всех соревнованиях в России. Поэтому мы хотели бы разобрать сегодня именно этот тейпирование. Поехали! Что нам понадобится для наших тейпов сегодня? Первое это катушки. Обычно они идут по 10, по 9 или по 13 метров. Мы возьмем две. Сколько материалов останется, столько останется, потому что много использовать нельзя. Это межпальцевые полоски, отдельные катушки. Два бинта по каждому на руку. Эти бинты по 10 метров. Специально для любительского бокса или для ММА. И я думаю, что не понадобится, но на всякий случай я приготовил еще одну катушку, которую мы используем для подушек. Хоть у нас подушки будут маленькие, но все равно мы запасемся материалом. Ножницы для тейпов и ножницы для бинтов. Это все. Накладываем сначала бинт на большой палец оттапы ревы. Сразу зажимаем кулак и ровным слоем аккуратно. Бинта много класть не будем, потому что в любительских перчатках очень мало места. Без зажимаем кулак. Не только все нормально. Раскрывай. И еще разочек. И этого достаточно будет. Раскрывай. Тоже аккуратно. Много не нужно. И я думаю, что мы прямо с катушки не будем делать отдельную подушку. Вот таких вот 10 слоев сделаем. И этого будет совершенно точно достаточно. пониже немножко опустим вот сюда. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Даже восемь, мне кажется, будет достаточно. Давайте восемь сделаем. Так, на глазах практически. Фиксируем нашу мини-подушку. Пальцы раскрою сейчас. Хорошо ее фиксируем обязательно. Оп. Закрывай кулак. Стягиваем тыльную сторону ладони. Раскрывай. Закрывай. В итоге все нормально. Угу. Еще раз на большой. Возвращаем обратно. Здесь вот, смотрите. Прижимаем пальцем и натягиваем, чтобы хорошо подушка лежала. Вот так. И сюда еще разок. Не туго? Угу. Зажимай кулак. Раскрывай. Возвращаем к запястью. Зажимай. Обрезаем. Фиксируем край. Переворачиваем. Здесь собираем. Но не очень сильно, чтобы вот эта часть у нас не была большой. Но давайте будем называть ее колодкой. Колодка должна быть маленькая, чтобы у нас хорошо сжимался кулак внутри перчатки. Переворачивай. Зажимай. Давай сюда чуть перевернем, чтобы кулак был видно. Аккуратненько здесь подправляем все. Вот так. И начинаем накладывать тейп. Зажимай кулак. Тейп накладываем от большого пальца наружу. Тоже сильно не тянуть, потому что кулак у нас сжат. Очень легко сделать очень жесткий тейп, тот, который нам будет мешаться. Так, вот уже вижу, что я перетянул. Аккуратно. То есть, что говори? Когда откручиваем бинт, лучше... С катушки, я имею в виду. Лучше придерживать большим пальцем, а потом аккуратно, аккуратно накладывать. Опять придержали, раскрыли. Аккуратно накладываем. Нормально, не туго? Пока что рыно. Все очень похоже, как и в профессиональном тейпе. Единственное, что у нас здесь будет тейпа намного меньше. Мы не будем так сильно... Так много накладывать защитных всяких слоев. Здесь большой палец один раз достаточно. Зажимай кулак. Единственное, что мы будем хорошо усиливать большой палец. Потому что в любительском боксе очень часто разбивают большой палец. Обычно это идет из-за недоворотов кистей. Делаем замок. Зажимай кулак. Оп! И накладываем межпальцевые полоски. Переворачиваем. Здесь зацепили. Переворачиваем. Чуть-чуть ближе к себе кисть. Кулак сжимай. Вот смотрите. В месте, где идет прикрепление, пальцем надавили. И стягиваем. Проверь между пальцами не режет? Между пальцами не режет. Отлично. Оторвали. Не фиксировали. Переворачиваем. То же самое все делаем. Переворачиваем. Также прижимаем подушку пальцем. Зажимай. Проверим. Не режет? Порядок? Да. Пока что. Оп! Переворачивай. Приклеили. В обратную сторону. Переворачивай. Зажимай кулак. Не туго? Пока нет. Угу. Смотрите. Приклеили тейп. Придерживаем большим пальцем. И натягиваем на большой палец бойца. Сразу немножко увеличиваем это запястье. Переворачиваем. Зажимай. Еще один раз сюда же. Также прижали. Стянули. Оторвали. Наклеили. Переворачивай. Переворачивай. Зажимай кулак. Аккуратненько здесь приклеиваем. Сильно тянуть не нужно. Вот сюда. И усиливаем небольшими крестами. Зажимай сейчас кулак. Буквально их несколько штук сделаем. Смотрите. Зажали большим пальцем. И притянули его сюда. Оп. Зажали большим пальцем. Оп. Притянули. И еще по одному сделаем. Больше не нужно будет. Если у бойца травмированные руки, мы будем разбирать, как правильно укреплять те или иные части тейпов. Всегда спрашивайте. И если это нужно, то усиливаем в том месте, где есть проблема. Вот. То, что мы сделали, мы не будем сейчас продольными полосками делать, как у профессиональной тейповым. Потому что, так, все просто. У нас, иначе перчатка не влезет с вами. Поэтому мы сразу закрываем все это. Кулак зажат? Все удобно? Да. И погнали. Ход делаем уже больше намного. Может, посильнее тяну тебя? Как по ощущениям? Или и так нормально? Да, все-таки нормально. Большой палец. Еще один раз. И этого будет достаточно. Зажимай. Оторвали. Переворачивай. Переворачивай. Зажимай. Такой крест делаем. В обратную сторону. Раскрывай. Просто раскрывай. Зажимай. Раз. Переворачивай. Не переворачивай. Просто раскрывай. Раскрывай. Два. И еще один раз здесь делаем. Дожимай. Дожми кулак. Вот так. Стянули. И наш тейп готов. Выгоняем воздух, который нам не нужен. Переворачивай. Вот смотрите. У нас здесь появился лишний материал. Мы его так аккуратненько отрезаем. И сюда заправляем, чтобы он нам не мешался. Оп. Это мы вообще уберем. Вот так. Все удобно? Вроде да. Нажимай. Вот так. И наш тейп для любительского бокса готов. Продолжение следует... Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это видео будет полезно. Ставьте лайк, комментарий. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. И подписывайтесь на мою страничку Cutman Boxing в Instagram. Ссылки будут в описании. Всем спасибо. И пока. До новых встреч.